В Москве мне не нравилось жить, а теперь мне нравится. Буду в этот портал ВАРМ. Висит большой амбарный замок, и пишите нам на электронную почту. Я часто слышу, что я приехал из этих. Ты мой сладкий, ты мой красивый, ты мой самый лучший. Мы приехали, открыли фирму, получили вид на жительство и все. Зачем ждать пенсии? Вы можете сейчас прям начинать мучиться. Ну, хоть так-то, значит, уберечь свою жизнь от российских невзгод. Привет, я Илья Жигулев. Я езжу по нашей планете и выбираю места, где вы, возможно, будете жить. Я рассказал вам уже о Грузии, об Армении, об Израиле. А сегодня хотел бы вам рассказать о Черногории. Самая простая в легализации и самая понятная для нас европейская страна. Кому сюда стоит ехать? Сколько нужно брать денег? Стоит ли жить в Будве или, возможно, выбрать интеллигентный Керсак-Нови? Об этом вам расскажут те, кто когда-то взял и переехал в Черногорию. Обязательно подписывайтесь и поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Что вы здесь забыли? Мы здесь уже 7 лет. Всегда была мечта о маленьком кафе на берегу моря. В общем-то, такая, мне кажется, стандартная мечта. Я постоянно сталкиваюсь с тем, что люди говорят, «Ах, я хочу ресторанчик на берегу моря». Когда-нибудь, когда я выйду на пенсию, я обычно им говорю, «Зачем ждать пенсии?» Вы можете уже сейчас прямо начинать мучиться. Открыть свое кафе. Почему-то у людей, ну, это не почему-то, это вполне логично, что есть такой идеализированный образ, что вот ты в кафе в своем собственном, что ты можешь сидеть, пить просека, смотреть на море, и так все будет очень красиво, у тебя будет вкусная еда. А в реалиях оно все немножко иначе. Ну, сейчас просто последние два года приехала новая волна людей, которые уже конкретно бегут из России. Если раньше это были люди, которые либо действовали на опережение, либо просто хотели жить в теплом месте, сейчас некоторые просто, ну, буквально стараются уцелеть там, или там продают свой бизнес и вывозят деньги, ну, хоть как-то, значит, уберечь собственную жизнь от российских невзгод. Ну, наверное, у меня, может быть, немножечко другой мотив лично мой. Мне очень нравится, что страна достаточно анарктическая. Какая? Анарктическая, в хорошем смысле, слова. То есть здесь, как бы, какие здесь, ну, сейчас у нас власть другая уже сменилась. Тем не менее, в целом, как бы, вот, отношение между властью и человеком такое, что, как бы, ну, пока никто никого не трогает, и тебя в ответ не трогают, и как-то так можно вот жить. То есть, если сравнить вот мою жизнь, как бы, инвалидскую, да, с тем в России, с тем, что я имею здесь, ну, это просто небо и земля, потому что там ты сидишь в многоквартирном доме, там, на каком-то этаже, и чтобы спуститься тебе нужна помощь. Никакого мотора или треса завести не можешь, потому что, ну, понятно, что если его купишь, поставишь передумывал сопрут, в течение 15 минут приблизительно, вот, потому что это не просто самокат, который можно поднять, а штук весит 100 килограммов, да, то есть целый аппарат. Вот. Плюс, вообще, непонятно, как там ездить, теперь там же начнут права получать, ну, в общем, все непросто очень у России. Поэтому, конечно, местная публика, да, вообще, в принципе, ну, у нас, по большому счету, все живущие в Черногории, люди, ну, все-таки, несравненно более добродушные, чем большая часть населения России. Ну, и условия жизни другие, потому что там все-таки как-то такое выживание везде царит. А здесь чего выживать тепло? То есть, здесь даже бедные люди, здесь очень много бедных людей, вообще-то очень бедная страна. Здесь как-то никто особо не жалуется. Какое-то достоинство вот за этим всем сохраняется. А меньше ли тебе нужно зарабатывать здесь? Ну, на самом деле, я зарабатывал в Москве всякой халтурой, приблизительно столько, сколько я зарабатываю сейчас здесь. По московским меркам это очень маленькие деньги. Но здесь этого достаточно, чтобы жить. То есть, вот мы... Это тысяча евро или больше? Это меньше тысячи евро. Здесь тебе это достаточно, чтобы хорошо жить с женой, с детьми и еще и скотами. Ну, детей у нас нет, а один из скотов на шее висят. Да, один из скотов. Вопрос. Что вы здесь забыли? Это было так давно, что я уже, честно говоря, не помню, что я уже забыла. Но, если серьезно... Забыла, что... Да, забыла уже, что уже здесь забыла. Если серьезно, то мы, ну, как сказать, практически случайно сюда попали, потому что это были такие, что-то сейчас называется, тучные 2000-е годы, 2010-е, не 2010-е, 2010-е. И был такой вот тренд. Все покупали где-то недвижимость в Болгарии, в Испании, в Египте даже люди русские покупали. А мы съездили просто отдохнуть с маленьким ребенком в Хорватию. Нам очень понравилось. И тоже подумали, о, а что бы нам дачу не купить? Вот такую вот маленькую-маленькую квартирочку, вот на что-нибудь там хватит, на море. Но в Хорватии, как мы поняли, все сложнее. И поэтому... Дороже. И дороже. И... Ну, мы тогда, конечно, о легализации не думали, но да, дороже. А как-то все, о, Черногория, Черногория вот рядом. Ну, что-то так, слово за слово посмотрели. В интернете тогда еще было мало предложений. Тогда вообще интернет, особенно вот это вот... В Черногории был мало развит. Но были выставки, все остальное. Просто, в общем, посмотрели. Списались с русскими людьми, которые представляли продавцов в Черногории. Нашли две квартиры, более-менее, конечно, выходящие за наш бюджет, но все же хоть что-то близко. Вот. И приехали сюда под Новый год. Очень смешанное общество, которое худ бедно уживается между собой. Постсоветское пространство, вот это вот все. Язык общения в основном русский. И люди нормально общаются. И компаний смешанных. Ну, мы сами общаемся здесь, в очень смешанной среде. И, в общем, все хорошо. Но это тоже произошло не сразу. Вот. Поэтому кто-то делает так и даже не учит язык сербский, черногорский, как угодно. Кто-то, наоборот, начинает общаться исключительно с местными и так далее. А возможно здесь существовать, не знаю, черногорского? Ну, если уж совсем, да. Ну, черногорского, сербского, кто-то как говорит. В школе, я сразу тоже оговорюсь, чтобы никого не обидеть, в школе он называется либо матерный язык, что означает родной язык, но в написании это боснийский, черногорский, сербский, хорватский. Вот, так через слыше. То есть надо приехать и изучить матерный язык. Матерный язык, да. Я сюда переехал с семьей в 2015 году, когда в Киеве стало уже неспокойнее жить. Не так было раньше. Из-за чего? Из-за конфликтов на Донбассе. То есть жизнь в Киеве изменилась? Конечно, очень сильно изменилась. Совсем много людей приехало из Донбасса, и люди, которые, я бы не сказал, что они, ну, не знаю, нас окружали в тех районах, где мы жили, окружали не те люди, с которыми было безопасно жить. И в первую очередь это касалось моего ребенка. И мы решили, что и так было, как бы, там не совсем благоприятно, может быть, для детей. Мы решили после этого, в конечном итоге, взять, собрать вещи и переехать. Приоритетом было, это первое, отношение, мы считали, разные группы в разных странах, да? Это было общее состояние, общее, скажем так, атмосфера для детей, как здесь садики, устройства садики, ситуация с детьми и остальное. И плюс, и что, конечно, мало важно, легализация здесь. И в этом плане все было очень просто с легализацией. Мы приехали, открыли фирму, получили вид на жительство, и все. Как вы поняли, легализоваться в Черногории довольно просто. Но есть еще такие страны, как Франция, Соединенные Штаты Америки и Великобритания, где это сделать, конечно, сложнее, но тоже можно. А ребята из компании Relogate сами недавно переехали и теперь помогают таким же переехавшим. Для того, чтобы легализоваться в Америке или в Британии, нужна, например, виза О1 или Global Talent Visa. Айтишники, художники, журналисты, деятели науки и искусства такую визу получить могут. Только для этого нужно действительно профессионально оформить кейс. Полтора месяца работы и 90% виз получают одобрение. Ныряйте по ссылке в описании и не забудьте промокод «Что мы там». По нему будет хорошая скидка. А мы поехали дальше. Кому ты посоветуешь ехать сюда, если ты не удаленщик? То есть кто здесь востребован? В смысле, чтобы работать на месте по профессии? Автослесарь, любой мастер, который умеет что-то хорошо делать руками, особенно если это с какой-то технологией связанной производство. Начиная со сварщика. То есть это владение какой-то технологией. Эти люди всегда нужны. Здесь их мало. Здесь их не хватает таких людей. Вот такой вот кабриолет у Максима. Вот такой вот кабриолет у Максима. Как получилась машина мечты? Да как? Просто поехал, посмотрел, докупил. За знакомство. За знакомство. Как здесь принято быть джибель. Я к тебе приехал и два месяца, октябрь-ноябрь и декабрь-три получается, я работал так же по знакомому. То есть кому-то что-то прикрутить, кому-то просто поменять кран, кому-то бойлер не работает, посмотреть. То есть в этом плане у меня руки были всегда подкованы, потому что я и в России занимался, всем все перепробовал. Здесь очень важна коммуникация. Если ты приехал сюда, естественно, нужно завести Facebook. Это прям в первую очередь. Почему? Потому что здесь все общение через Facebook. Какие-то объявления о продаже, о покупке, о помощи, о там и еще. То есть это все через Facebook. Я с собой вещей вообще никаких не привез. Ни одежды, ни... То есть один комплект привез с собой и все. В основном все привез с собой инструмент. То есть у меня в багаже были одни инструменты. То есть ключи, там головки, всяко-всяко-всяко, диагностика. То, что это дорогое. То, что для работы. И оно мне реально на одну минуту не начало приносить прям буквально там в первую неделю. Я там заработал первые свои 10 евро за диагностику автомобиля на чужой земле. То есть по денежкам. Ну, как бы мой совет личный и в принципе всех людей, кто переезжает. Чем больше возьмешь, тем больше потратишь. У меня было такое, что я взял денег чисто на квартиру на первые два месяца и на документы. То есть везет я до 1000-1000 евро у меня было. То есть 1200. 400, грубо говоря, на 380 на два месяца на квартиру и на документы. Больше не стал. Билеты в один конец. Билеты в один конец. Да. Почему? Потому что, ну, как бы я ехал, я все документы собрал. Все подготовил, все поменял. Сразу говорю, что лучше поменять все документы, у которых есть срок годности. То есть это права поменял сразу, новый взял, паспорт новый взял на 10 лет, права на катер. Ну, короче, на все. Все, что было, все, что есть, поменялся. И справка о несудимости. То есть это очень важная вещь для Черногории. Чтобы у тебя не было проблем никаких, после этого ты, как бы, можешь легализоваться здесь. Я научилась шить сама для себя. Я давно, как бы, об этом мечтала. Я давно хотела. Я что-то для себя шила. И потом внезапно возникло объявление, и меня подруга сказала, иди, ты сможешь, ты сможешь. И я пошла, и мне кажется, что я смогла. Это, как бы, просто классный, радикальный поворот. Шьешь паруса. Ну, можно сказать, что да, шью паруса. Да, очень романтично. Я сейчас работаю в фирме, на производстве, которая занимается созданием и ремонтом комплектующих для яхт. Пошивом яхтенных подужек, парусов, ремонтом каких-то подобных вещей. Потому что я увлекалась шитьем раньше, и мне это очень стало интересно. Это, поскольку это побережье, это морская страна, здесь это довольно-таки востребовано, работая с яхтенными комплектующими. Это русскоязычная фирма, это фирма русских, то есть, работы с черногорским бизнесом или с русским? Нет, это русскоязычная фирма. Это хозяин из Белоруссии, у нас многонациональная компания, и она давно стояла здесь, уже больше пяти лет. Крепко стоит на ногах, она востребована, у нас есть заказы из «Спорта Монтунайвера», из других «Марин». Это востребованный бизнес, хороший такой. Человек, который приехал из России, как ему здесь работать? Многие говорят, да, что здесь как бы, в принципе, сработать дыхо, да, но если ты хочешь найти работу, то, мне кажется, все... Ну, вот в моем случае я ее нашла в течение двух недель, то есть, я уже стала мастером. Мастером почему? На данный момент я обшиваю яхты. Да, я очень люблю свою работу. А это вы на море прям работаете? Нет, нет, конечно же, у нас мастерская, ну, а я в таком участке бываю, он только для примерки. А вы до этого чем-то там были? Ну, вообще по образованию я в Санкт-Петербургский университет матмех закончил, я инженер математика. А какая была последняя работа перед тем, как вы решили принять пример? Последняя работа, ну, я работала в фирме инженерной, мы делали шкафы автоматизации для газовых станций. У нас вот на нашей территории есть соседи, у них такси, у них там 45 машин примерно, и они, ну, чтобы как бы быть честным, здесь в Черногории со специалистами очень-очень плохо. Здесь, ну, как бы, они, есть единицы, конечно, которые что-то понимают, в основном это, ну, гвоздь забить, и то шляпкой внутрь туда, в эту стену, вот, ну, цвет я его, конечно, утрирую, вот. И соседи меня просят починить им там 3 или 4, 5 машин примерно, то есть сегодня там одну, послезавтра там другую, платят мне деньги за это, потому что они не знают, не разбираются в этом, в таких тоже вещах, не сильно сложных, но, как бы, они вот в этом нет. И, в общем, я раз пришел, мне заплатили там денежку, там, 20-30 евро, другой раз пришел, вот, и, как бы, получается так, что директор, директор этой фирмы зовет меня к себе, ну, через, там, через работников, ну, короче, зовет меня вот к директору, и садимся, мы начинаем общаться, и он мне начинает предложение, как бы, он говорит, я тебе предлагаю работать. У меня, потому что мне нужен специалист хороший, который разбирается, потому что половину машин я отвожу там по другим, как бы, как бы, директор таксиматорного партнера, да, 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 директор всего вообще такси, и вот этих вот, ну, всего, вот, то есть, ни зама, там, ни по, ни по механике зама, а вот именно директор, вот, я, говорит, готов тебе платить зарплату, независимость от работы, 1000 евро, ну, и я, как бы, такой, очень скептически, конечно, к этому отнесся, почему, потому что у них, в принципе, здесь средняя зарплата, у всех, ну, 500, 600 евро, уместно, я бы не поверил, ну, как бы, да, думаю, блин, что за чушь, а потом уже домой пришел, поразмысел, думаю, блин, я же потом буду, если не пойду туда, это я же потом себя буду, как бы, очень долго корить, то есть, есть такое понятие, лучше жалеть, что не получилось, чем жалеть, что не попробовал, ну, да, ну, и, короче, я там дня два подумал и говорю ему, да, все, давай, на 1000 евро, чтобы понимать, здесь, как бы, даже с семьей, даже если есть жена, ребенок, то есть, на 1000 евро здесь можно жить, ну, как бы, припеваешь. Мы познакомились в Гоа, и у Данилы был свой маленький ресторанчик прямо на берегу, и в целом мы бы там и оставались, если бы не особенности ведения бизнеса в Индии, ты там, иностранец может только брать в аренду помещение, он не может ничего приобрести, или он приобретает наима местного, очень много таких случаев, что потом он лишается вовсе своих приобретений, поэтому мы хотели более цивилизованное место, и мы купили это кафе, то есть, оно принадлежит нам, очень важно было для нас вкладывать место, инвестировать, там, ремонт, ну, и все, что угодно, да, и быть уверенным, что завтра нас не допросят отсюда, он же рядом происходит, не жалеем, что купили. То есть, Черногория отличается тем, что здесь можно все покупать? Да, конечно, иностранцы, более того, они даже могут получить вид на жительство по недвижимости. Вот, как бы, вот есть люди, например, там, условно россияне, сидящие на чемоданах, чтобы люди не сделали ошибку, для кого все-таки эта страна? Для каких людей? Ну, я считаю, что эта страна для тех людей, кто мерзнет, кому жизненно необходимо солнце, те, кто может себе позволить работать на удаленке, хотя мы зарабатываем кафе, и это более чем достаточно для жизни, но это и огромнейший труд. То есть, в принципе, если в Фейсбуке всегда идет обсуждение, что заработать в Черногории невозможно, я с этим не согласна. Возможно, если ты действительно трудишься, не покладая рук, и ты грамотно подходишь к вопросу. Маленькая пациона, 26 квадратов, все столики у нас стоят на набережной. Набережная, она всегда в аренде, у государства мы берем ее, и это ежегодная платеж. Такая есть тут организация, Морско-Добра называется. С ними мы подписывали договор, нет, позапрошлом году, на аренду набережной на 5 лет. Мы подписали, выиграли тендер, прошли все, значит, то есть этапы. С приходом Кривокапича они изменили эту процедуру, теперь договора на набережную недостаточно. Еще нужно... Кривокапичи. Это премьер-министр. Есть люди, которые умудряются не знать, кто премьер-министр в Черногории. Ужесточение процедуры, то есть теперь нужно, чтобы геометр снял, значит, эту набережную, архитектор нарисовал план, как будут стоять наши столики, Министерство защиты исторических ценностей должно дать технические условия, сказать, что да, непонятно, конечно, в чем тут историческая ценность, но, возможно, набережная. И вот, и все, когда этот план мы по захвату мира нарисуем, тогда общество должно утвердить, и после этого мы поставим свои столы и свои стены. Все наши соседи, тут у нас есть соседи и русские владельцы кафе, и черногорцы, конечно, большинство, они все это сделали зимой, а у нас произошла такая неприятность, Морско-Добрак перепутали, составляя нам договор, они перепутали номера участка. Из-за этого нам пришлось переподписывать договор, заново участвовать в тендере, заново мы платили все пошлины, и тендер состоялся в апреле, и после этого два месяца начальник молодой, 30-летний, там сколько-то ему, юный товарищ, просто не мог его подписаться, он не приходил на работу, и мы, ну, в итоге договор нам дали только в середине июня, еще месяц минимум, и прилично денег, чтобы все это довести до ума, получить окончательно это разрешение, и плюс еще же сотрудников нужно нанять, то есть столики-то мы поставим, сотрудников мы обычно в феврале нанимаем, а тут уже июнь, и плюс мы съездили в Котор, в это Министерство защиты исторических ценностей. А как нас тут жить? Хотели хотя бы у них получить бумагу, тех условиях, а значит висит большой амбарный замок, и пишите нам на электронную почту. Ну и тут мы вообще сдались, сложили лапки и поняли, что у нас просто декретный отпуск. Атмосфера, в которой люди живут, я думаю, ты здесь уже слышала слово «палака», которое все произносят, и туристы его выучивают. Но «палака» это значит, это слово очень емкое, что значит «осторожно, без суеты, не торопись, не спеша». Многие говорят, весь интернет про это полон, про это явление, что люди неторопливые, медленные, что дела делаются очень медленно, что работать никто не хочет. Но это вообще южный менталитет, балканский, и в Черногории это действительно представлено. И пока ты с этим борешься, с одной стороны, ты, конечно, отращиваешь себе большой дзен. Вот эта вот «палака» располагает, с одной стороны, к тому, чтобы успокоиться самому, но это, правда, не сразу происходит, потому что ты приезжаешь, тебе нужно. Ты же в рай приехал, в красивое место, тут же должен быть сервис. А сервис тут немножечко не такой. И когда ты плюешь на вот этот сервис, на все остальное, и понимаешь, что это не важно, то становится хорошо. Есть люди, которые это не выдерживают и уезжают. Люди реально уезжают из России, активно просто бегут. Очень много людей, на которых заведены административные дела. То есть пока не завели уголовные люди, бегут, чтобы иметь чистые справки о несудимости, потому что для получения и оформления документов в Черногории нужна чистая справка о несудимости. Мне сложно сказать, потому что я за последние два года очень сильно прокачался в плане рекламы своих услуг, и у меня клиентов стало много. Если говорить именно, как я чувствую, как у меня идут дела, сколько я оформляю людей, людей стало сильно много. Чуть-чуть про лимонизацию. На самом деле все достаточно просто. Способов есть несколько. Но я рекомендую всем самый простой и действенный способ это открытие своей фирмы. То есть примерные расходы под ключ выходят в районе 750 евро на директора, ну и на семью плюс дополнительные расходы. И это под ключ, то есть открывается фирма, человек устраивается в нее директором. Для оформления нужна справка о несудимости не старше полугода. Документы в образовании, паспорт и желание, ну и деньги. Ну, 3650 нужно чисто для того, что если вы приедете, пока вы откроетесь, пока вы найдете, арендуете квартиру, пока там поживете, если у вас нет удаленной работы, то 3650, конечно же, это минимум, с которым нужно приезжать. То есть иначе не получится. Приехать в 750 вы же не можете завтра пойти и начать зарабатывать деньги на жизнь. Ну, если, опять же, вам не придет зарплата откуда-то из-за границы. Самые счастливые люди в Черногории – это удаленщики. Айтишники, программисты, дизайнеры, 3D-моделеры и так далее, они живут лучше всего. Почему? Потому что им не надо ни с кем конкурировать. Они сидят дома, работают или ходят в каоркинге, и они самые счастливые. Правда ли, что если ты берешь как бы временный вид на жительство, то это совершенно не факт, что ты через 7 лет получишь постоянно? Ну, не через 7, а все-таки, наверное, через 6. И если соблюдать все правила, то мои клиенты, из тех, кого я подавал лично, тех, кто все года обслуживались у меня, ни одного отказа еще не было. Все получили. Покупка недвижимости в Черногории – это минное поле. В любой момент можно взорваться. Поэтому нужно обязательно нанимать юристов, обязательно нанимать хороших риэлторов, подписывать с ними договора, обязательно, ну, судебный переводчик обязателен у нотариуса, все несколько раз проверить. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Что касаемо цен на недвижимость, статистика показывает рост цен, растет стоимость стройматериалов, растет стоимость разрешения на строительство, и поэтому растут и цены. По поводу касаемо разрешений и всяких… Это очень, это большой геморрой. Я это много раз проходил со своими объектами. То есть я строил как застройщик, как инвестор. Я помогал другим людям с документами. Ну, это большой геморрой. То есть реально тебе нужно искать землю. Она должна быть обязательно строительная. На нее нужно обязательно получать техусловия. На основании техусловий делается проект. С недавнего времени ввели еще ревизию на проект. Плюс разрешение на строительство, плюс подключение воды. Канализацию у меня буквально на днях была консультация. Человек хотел строить. После того, как человек со мной поговорил, он строить передумал. Просто, ну, человек думал, что он там на 50 тысяч подключить, может с разрешениями совсем сделать. Я говорю, ну, у вас только 20-30 тысяч уйдет на разрешение. Я хочу вам показать кабинет мечты. Это кабинет Марата Гельмана. Четыре стеклянные перерии. Стены, то есть прозрачные света. Это абсолютно отдельно построенное здание. Четыре прозрачные стены с открывающимся потолком. И вот таким вот видом. Смотрите. Ну, всего 215 резиденций. Единицы. Так как непонятен. Это проект делал Чобан. Сергей Чобан. Знаю, конечно. Он же много сделал в Москве. Вот. И у него как раз была идея такая, что размыть. Потому что есть понятие квартира, дом, так далее. Я больше выставляю украинское. Ну, просто показываю. И, соответственно, так я могу. То есть это и есть, как я работаю. То есть два раза в год у меня просто слеты моих коллег из Европы. И они смотрят на художников, которые в течение года были в резиденции и отбирают себе для выставок. Вот именно таким образом мы 15 выставок в год делаем. А все-таки вы можете... Вот. Я понятно, что у Путина больше в этом отношении достижений. Но именно благодаря вам и, может быть, вашим проектам люди, которые приехали и остались здесь. Я так скажу. Я часто слышу. Я приехал из-за тебя. Я сейчас слышу. Аккуратно. Привет, Тер, можно? Здравствуйте. Тебя снимают. Аккуратно. Аккуратно. Мы договорились о том, что я сделаю небольшой ресурс и сделаю как бы такую стратегию развития культуры. И, значит, потом выяснилось, что у власти нет денег. В последний момент выяснилось. Но они нашли спонсора. Человека, который, собственно говоря, все это сказал, окей, я все оплачиваю. Это вот как раз человек, который занимается вот этим диклинаром. Когда стратегию развития сделали, сделали презентацию, все было хорошо, то, значит, Наил говорит, ну, ты думаешь, что ты сейчас уедешь, и здесь кто-то будет реализовывать твою стратегию? Ничего подобного не будет. Значит, надо самому как-то участвовать. И предложил контракт на год. По началу? Да. вот он предложил контракт на год. Вот тогда мы переехали, сняли жилье на год. И вот тогда он предложил поселиться здесь. Я говорю, мне неудобно, потому что это же новое все, надо покупать мебель, а что потом с этой мебелью делать буду? Ну, такие практические вопросы. Он говорит, а ты купи. Я говорю, ну, мне это очень дорого. Он говорит, а мы вот тебе заползаем. по себе стоимость заползаем. А я говорю, а сколько за полцена? Он сказал, говорит, все равно очень дорого. Умей, у меня это такое. Это правда, я не торговался. Он говорит, ну, а ты можешь выплачивать гонорары. А, так вот, то есть ипотека, беспроцентная ипотека, так как? Да. Я говорю, ну, я за год не выплачу. Он говорит, давай перепишем контракт на три года. То есть, у меня таким образом, значит, на три года ангажировал. Первые три года я здесь был, работал, значит, вот. Но за это время, конечно, понял, что мне опять, мне всегда ждет в жизни, мне опять повезло, потому что это действительно рай, это лучшее место, которое можно себе придумать. Черногория просто больше соответствует человеческой природе. Климат, не так много людей, море рядом. мы, допустим, между двумя встречами, я там успеваю искупаться. По делу, как бы, да? Вот. То есть, в принципе, это условие для жизни человека, конечно, гораздо более комфортное, удобное, естественное, чем жизнь в большом городе. Но вот мне вчера несколько человек сказали, что Черногория, она прекрасная, да, то есть, для людей, которые любят проэффиксировать, которые для творческих людей. Но Черногория не для амбициозных людей, потому что здесь невозможно, как бы, реализовать какие-то большие амбиции, огромные проекты или там заработать кучу бабок. Ну, это очевидно, вроде бы, но с другой стороны, сейчас, когда люди, которые эти два года локдауна провели в Москве, они же провели в квартире и напротив компьютера. И, собственно говоря, компьютер, он одинаково работает, что в Москве, что здесь даже лучше. Что-то в Москве запрещено, а здесь ничего не запрещено. То есть, я имею в виду, нет блокировок. Дом, старинный дом 1905 года построите. Таких домов, вон, белье висит, как и далее, а таких домов здесь не очень много осталось, естественно, с таким садом даже. Не то, что домов, домов тут много страхов, а вот, чтобы был большой дом, сад нетронутый, и все, вот в этом городе мы больше другого такого не нашли, что-либо. Значит, у нас наверху три комнаты, которые мы снимаем за 350 евро. Приехали мы снимать низ, от низа мы сразу отказались, вот, потому что, вот, видно, что очень низко окна, и мимо все время ходила бы вся балканская семья, которая, они даже не поняли, почему нам нас не устраивают, потому что для них личные границы отсутствуют. но они не очень понимают, что не надо заглядывать в окна, например, и любят жить открыто, они сами так живут, то есть вот наши хозяева, собственно, старшие хозяева живут вот в маленьком домике внизу там, и у них, для них это не проблема, что каждый день, когда мы мимо ходим, мы здороваемся с ними, и их это не смущает, что их гостиная с открытым видом, на проходящих мимо нас. Профессию ты занимаешься тем же, или как? Да, я занимаюсь тем же. Ну, я уехала, как это называется, digital nomads, то есть digital кочевник, соответственно, работаю у меня в Москве, а я сижу здесь на компьютере просто работаю. Для удаленщиков здесь самое простое. Идеально вообще. То есть, кто-то жалуется на интернет, но интернет, они все время налаживаются лучше и лучше, вот, и для россиян, например, если ты не хочешь легализоваться и оставаться на долго, то есть визоран, безвизовое пребывание, с визораном, это не очень, по мертвопомертной Европе это неправильно, поэтому, когда они будут вставать в Евросоюз, это будет, это закроется лазейка, а так просто люди раз в месяц или раз в три месяца, месяц зимой и раз в три месяца летом выезжают за границу в Боснию, это 45 минут на машине, вот, переезжаешь границу с Боснией, возвращаешься, визоранишь таким образом, мы можем пребывать дальше, год не выезжая. Или в Хорватию. Или в Хорватию виза шенгенская нужна. Ну, если она есть. Это еще ближе, да. В Хорватии мы уже успели съесть на машине. Насколько здесь отличается жизнь? Фу, ну, для кого как, для нас кардинально. То есть для нас, поскольку мы работали, не вылезая из офиса практически, то есть Москва, это значит встал, поехал на работу, поставил три часа в пробках, отработал, я работал в газете, ежедневно, соответственно, я никуда не попадала. И не взяла только вот дом-работа, то тут, тут огромная из-за того, что тусовка преразнейших людей русских, у нас тут бесконечная вечеринка, вот, то есть поработал, погулял, встретился, попил кофе. Тут вообще, тут, кстати, это вообще темболканы, я так понимаю, славятся, тут даже есть поговорка «переди путь на капу». Это значит, если ты, город маленький, и все все время друг друга встречают. И если ты третий раз за день встретился с человеком на улице, то уже надо пойти вместе кофе попить. И это совершенно чудесно. Когда мы только приехали, то есть я там ходила быстрым шагом, как в Москве, в метро, вот так вот скрючившись. Здесь это лечится, ну, наверное, не у всех лечится, но мы все вылечились, не вздрагивать при виде полицейского, что если вот он идет по улице или к тебе подъезжает, это не значит, что он от тебя чего-то хочет. Это значит, что ему просто надо в магазин зайти там, или еще что-то. Не только полицейские, а в принципе, вот враждебная среда, агрессивная, я бы так сказала, здесь от этого излечиваешься, правда. Не сказать, что здесь там ничего не происходит. Здесь есть и мафия, есть и какие-то там хулиганы. В Херцкнове меньше, но тем не менее здесь нормальные люди, все есть. Но именно вот уличная преступность, именно вопрос вот безопасности, безопасности детей, но если ты заметил, тут дети гуляют везде сами. А что касается детей, потом мы убедились в том, что то, что писали, детей здесь очень любят, здесь с ними ничего не делают, не происходит, и никаких тех моментов, которые меня смущали и напрягали в Киеве, здесь такого нет. А, прости, а что могло произойти с детьми? Это пьяные люди, это наркоманы, то есть здесь такого нет. Здесь я ребенку, у меня ребенок, она ходила сначала в садик, когда мы переехали полгода, а потом ходила в школу. И вот со второго класса, с первого, она уже сама ходила в школу, я не переживал. Если когда в Киеве мы выходили здесь с квадратным, у нас через 10 метров был садик, это тоже было как бы с приключениями. Даже так? Да, то здесь абсолютно безопасно. Это прекрасная страна для того, чтобы растить детей младшего и среднего школьного возраста. Это просто вот офигенная страна для этого. Потому что в Москве в школу, в сад ты всегда должен возить ребенка. И ты всегда беспокоишься, что там с ним. А здесь только в первый, ну в детский садик и в первый класс школы нужно сдавать воспитателю с рук на руки. Потом дети ходят сами. У нас оба ребенка ходили в музыкальную школу. Тоже сами? Сами, абсолютно. Одна с пешком, 20 минут в центр города, в школу, есть школьные автобусы, можно вернуться самостоятельно, даже если кто-то задерживается. Даже если пошел в гости, все равно нет этой дикой тревоги, что, а, у тебя что-то случилось с ребенком. И черногорцы очень сильно любят детей. У них всегда ребенок, ты мой сладкий, ты мой красивый, ты мой самый лучший. И даже когда-то нас вызывали в школу кучу детей плохие почерка, все равно всегда начиналось все с того, что какой у вас чудесный, замечательный, умный, прекрасный ребенок. Ну вот есть такая, как бы, сделайте что-нибудь, чтобы он понятно писал. Для высшего образования Черногория не подходит. Есть в стране три университета, государственные и два частных. И если специальность совпадает, то можно что-то получить. Но в основном все уезжают в Белград или в Загреб. А с восьмого класса начали появляться какие-то идеи на тему того, чем я хочу заниматься в будущем, чем я хочу зарабатывать на жизнь. И сразу было очевидно для меня и, наверное, для моей семьи тоже, что высшее образование я буду получать не в Черногории, потому что очень мало возможностей. Единственное, что толком можно получить, это либо туристическое образование, то есть это там какие-то рестораторские истории, какие-то отельные истории, либо мореходка, что вообще неинтересно. Это что касается образования. Либо гид, либо моряк. Ну вот, да-да-да, либо гид, либо моряк. Что касается просто жизни, ну, единственное, что может делать молодой человек в Черногории, это сходить в кафе с друзьями, попить кофе, пить пиво. Больше вообще абсолютно нечего делать. То есть можно сходить в кино, но до этого нужно ехать. Ладно, сейчас еще ковид, это не очень важно, но какого-то вот энтертейнмента, какого-то увеселения, чего-нибудь интересного сделать, ну, не пойдешь, что ты в 19 лет с друзьями там, встроенгерскую крепость смотреть. Ну, здесь все-таки можно, кстати, зимой тоже, там, посмотреть какой-нибудь спектакль, потому что приезжают театры разные, балканский, европейский, ну, в основном, конечно, это не что-то там, там, понятно, что не знаменитые какие-то режиссеры, но их бывает очень приличные постановки, вот, и музыка, 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 потому что здесь есть фестиваль, там, например, камерные музыки, уличных оркестров, чего-то еще. Кто-то, может быть, и пойдет, но это очень маленькое количество людей, и в общем, в целом, делать абсолютно нечего. Как ты выживаешь, как ты строишь свой досуг? Ну, вот, компьютер, в компьютере друзья, ну, и, да, время от времени с друзьями в кафе на кольце. Потому что это маленькая провинциальная страна со своим тихим, таким, унылым, на взгляд, людей, которые любят часто веселиться, укладом. Ну, для этого есть Будва, который чуть-чуть Москва, разве нет? Нет. Будва – это портал в ад. Это, это, это бесконечное количество туристов, это даже, даже они сами признали черногорцы в какой-то момент, кажется, их министр то ли туризма, то ли строительства, я сейчас не буду врать, точно не помню, сказал, что Будву мы испортили, безнадежно уничтожили этот город, пусть это будет нам примером, что больше так нельзя делать. Они ее слишком расстроили, то есть слишком много домов, слишком много, соответственно, людей, получается дико тесно, там невозможно по набережной проехать, там просто реально плечами толкаешься в сезон. Будва не является местом силы, это место, скажем так, тусовки скорее, то есть это единственный тусовочный город на побережье. Почему вы выбрали Будву? Он наиболее приспособленный к обычной жизни, на наш взгляд, из тех городов, в принципе, из всех городов. Обычно это просто бытовая жизнь, то есть здесь есть школы, здесь есть, ну здесь есть все, как бы необходимые минимумы, скажем так. А чего здесь есть, чего нет, гирсок номер, например, я просто только что оттуда... Такой непростой вопрос. Ну, во-первых, совершенно другой старый город. Вот лично для нас, для семьи, мы очень венецианско ориентированы, скажем так. То есть нам изначально нравится Венеция, нравятся все венецианские города. В Герцог-Нове город не чувствуется венецианским, он некое смешение, то есть город этот переходил из рук в руки, там были красные, и он как бы так несколько хаотичный, но там небольшая, достаточно старая часть. Будву тоже старый город, очень небольшой, очень уютный, комфортный, и он совершенно такой венецианский. Здесь, то есть и эти земли, они тоже были всегда венецианскими, они никогда не были турецкими, ну то есть они были венецианскими, потом астребнегерскими, потом итальянскими, потом, ну так, югославскими и так далее. Герцог-Нове город хороший, что плохого-то про него сказать не могу, единственное, что это так называемое запоромье, то есть та часть Черногории, которая отрезана бокой от всей остальной Черногории. Для того, чтобы куда-то добраться, надо либо ехать вокруг всей бухты, либо на пароме пересекать, как бы, то есть это несколько так оторванный кусок. Почему именно Черногория? Там есть Италия, Америка, проще всего жить? Не только жить, Черногория это страна с самой так халявной легализацией, с самой простой, с самой дешевой и с самой доступной. Плюс легче вписываться в систему, что язык более близкий к русскому, менталитет Черногории, в принципе, близкий к россиянам, то есть это некая более-менее понятная среда. То есть дружественная, теплая Россия? Ну, в какой-то мере. Не то, что дружественно, теплая, но понятная. Здесь нету именно бытовой агрессии. Здесь, если в России такое ощущение, что каждый постоянно должен выживать, то здесь люди просто живут и наслаждаются жизнью. Есть в черногросовом языке два слова, которых нету таких понятий в русском языке, то есть не сказать двумя-трема словами. Первое, это уживайте, то есть когда вам приносит напиток в ресторане, в коммунском, в кафе, ну, еду там, официант часто говорит уживайте. Уживайте. Да, это значит наслаждайтесь моментом, наслаждайтесь жизнью, получайте удовольствие. По-русски это как-то вот нету такого понятия. и второе слово удомить. Это значит взять из приюта животное. Может быть так и про детей говорят, я не знаю, здесь всего один детский дом, а вот животное, вот какое оно. По-русски тоже нету одного глагола, который показывает действие взять животное из приюта. И мне кажется, что это в чем-то даже показательно, что в русском языке таких слов нету, потому что нету потребности. потому что так не бывает. Чернышевский, ты так вымухал? Вообще. Уважаю тебя. Сколько у вас котов все-таки я так и не могу? Раз, два. Ну, здесь не все. У нас там тигр слепой, он спит на машине и стираем на машине посудомо. Давай, вот так. Хочешь поиграть с братом? Ну, они друзья. Большие. Этот у нас одноглазый из помойки. Этот у нас рема, купленный за деньги, племенной, но тоже изуродовался в Черногории. У него позвоночник частично поблизости. Не мешает ему весело жить. Еще у нас две кошки у Кати лежат. Это у тебя здесь такая любовь к котам появилась или еще в Москве? Ну, как? Это не любовь к котам. Это любовь к животным, которая была всегда. Просто собак, и тем более мы держали шесть щенков, мы раздавали. Я не могу справиться. с собаками. Надо для этого ходить. Особенно если они крупные, вармахивы. Серьезно. То есть это должна быть специально обученная собака-компонент. А с котами можно голосом договориться, они же по-человечески. А, ну, это же скрышно. Так, еще есть. Унижить. Радость моя, сладость моя. Зачем ты лезешь клади, чудо моё? Я знаю, что вы оголодали. Вот, молодец. Ты хорошая, девочка. И на месте. Это наша последняя находка. Самая несчастная кошка с нами. Она кричала и звала на помощь, поэтому взяли. Совершенный, вообще, со всеми болезнями на свете. Но мы не любили. Я работала в департаменте социальной политики, была директором Центра социально-бытовых программ. Работа моя была связана очень с интересными мероприятиями. То есть, я занималась спортом, спортивными мероприятиями компании, отдыхом, культурно-массовыми мероприятиями, детскими программами, конкурсами. Благодаря этому я объехала почти весь мир. С победителями конкурса мы ездили. Знаю, очень много артистов, писателей. Жизнь была очень насыщена. В принципе, мы могли жить просто на пенсию, но мне скучно, поэтому я отучилась перед отъездом. Перед отъездом я отучилась и мы потихоньку начали заниматься кондитерским мастерством. Я создала в фейсбуке страничку профессиональную, где вот не обо мне, а чисто только-только-только кондитерка. Таким образом начались, ну и я готовила дома, выставляла свои образцы. Хотя я еще находилась в Москве, никому ничего не предлагала. Все на русском и на сербском? Все на русском. Сайт мы сейчас переводим на сербский, потому что... То есть изначально вы ориентируетесь на аудиторию именно русского диазона? Да, угощайтесь, пожалуйста. Попробуйте это имбирные конфеты, очень вкусные. Это из папайи. Ну, это не мое производство, но очень сочетается. То есть, вы сладко поесть тоже любите? Да, очень. Ну, стараюсь придерживаться, потому что я, конечно, набрала килограммы за это время. Вот. Ну, и постепенно начали появляться подписчики черногорские. Когда мы приехали сюда, вот первые полгода практически заказов не было. Ну, и нам было не до этого, честно говоря. И вообще, я же вам объясняю, что это для меня не бизнес. То есть, конечно, если бы у нас не было денег, то, ну, может быть, я бы не сделала ставки. Ну, то есть, не было денег для проживания в Черногории, я бы не сделала, может, ставки на такой труд. Для нас это было хобби. поэтому, поэтому вот так, чтобы я сказала, что вот прям надо кондитером работать, и ты будешь в золоте купаться, мы не берем много заказов. То есть, все равно стараемся отдыхать. Зачем приехать к морю, если там не плавать каждого утра. особенно потому, насколько бы занятой человек с вами сложно было встретиться, заказывать, действительно, все прекрасно. Муж со мной все время спорит и говорит, хватит, не бери, не бери. Но уже появились такие клиенты, которые три года подряд все заказывают, и которым очень тяжело отказать, и очень неловко себя чувствуешь. Я вообще всегда пытаюсь как-то все равно решить этот вопрос. Ну, ассортимент у меня на сайте более 100 позиций, более 100 видов, я также делаю ЗОЖ и ПП торты. Вот сейчас у меня есть в морозилке ЗОЖ, здоровый образ жизни, полезное питание. Могу вам в заморозке показать готовый торт, который 9 числа мы будем отправлять в Тиот. Торт делается два дня, и я могу там сутки стоять на ногах. Если это декор, я могу делать его от двух дней, ну, вернее, от пяти часов, трех-пяти часов до двух дней. Ну, все-таки это несопоставимо, доход несопоставим с затратами труда и с расходами. Конечно, если кто-то там желает заняться в будущем, то надо было, и должен быть явно молодой человек, хотя бы лет под 40, плюс-минус, который может позволить себе, вот, мы продали бизнес в Москве, и я перекрестилась и сказала, что все, я не хочу, я устала, я уже могу себе позволить жить на пенсии, в свое удовольствие делать свое удовольствие. то есть, если бы мне было 40, хотя бы, да, то я бы сейчас готова свернуть горы, я бы открыла цех, я бы обучила людей, набрала работников, здесь с персоналом, кстати, тоже это достаточная проблема. И заказов бы хватило. И заказов бы схватило. Люди, которые приехали сюда раньше, по тем или иным причинам, они, с людьми, которые приехали сюда после марта, возможно, не всегда могут найти общий язык, потому что мы приехали в марте прошлого года, и мы не останавливаемся вообще ни на минуту. Чтобы ты понимал, я в прошлом году на море был три раза. В этом году, сейчас 26 июня мы с тобой записываем, я на море не был ни разу еще. Ни разу не купался. Никогда. Я помню, с чего начинался твой этот видеоблог, этот видеопроект, и я знаю, что ты как раз задачей его было поехать и узнать, что нашли в этой стране русские люди, которые выбрали ее добровольно, скажем так. Не добровольно, принудительно, как мы, а вот просто добровольно, из всего многообразия стран. И надо сказать, что из всего многообразия стран, если бы у нас была сейчас возможность выбирать, наверное, мы бы не выбрали Черногорию сразу. Большинство черногорцев поддерживают Путина и его режим и очень удивляются, ну, в смысле, для них это вообще не явление объединенной одной логической цепочкой, что мы уехали из России и что мы не поддерживаем Путина. им кажется, что мы уехали просто потому, что, ну, как бы война это некомфортно, наверное, я не знаю, что. То есть, ты им говоришь, что мы уехали из-за войны. Они такие, да, блин, война хреновая. Путин-то молодец. Ты такой, черт его знает, да нет, не молодец. И самое главное, что, ну, многие говорят, что Черногория это такой немножко Россия начала 90-х в том плане, что ничего не налажено, да, как-то все делается, ну, вот, не по каким-то европейским меркам. Даже не могу как объяснить, но настолько маленькая страна, что не может здесь не быть взаимоотношений между людьми, не построенных на их личном знании друг друга. Не может просто быть такого. в смысле это невозможно. Ты, если живешь в этом городе, то ты заходишь в банк, в телефонную компанию, в компанию, которая проводит интернет, в компанию, которая там, не знаю, а в автосервис. И у тебя из присутствующих перед тобой людей один двоюродный брат жены, второй, значит, сосед по удаче, а с третьим ты вместе учился. Как здесь не возникать вот этим некоммерческим, а таким чисто человеческим отношением? Конечно, здесь все на этом повязано. Конечно. Конечно. И, наверное, можно сказать, это то, в том числе, от чего мы бежали. Но только здесь нет ощущения вот этого взяточничества. Здесь есть ощущение, что как-то ну это же свои все, свои люди, сочтемся. Значит, с российским гражданством в Черногории не стало сложнее, насколько я мог это заметить. у меня приехали в Черногорию друзья из России с начала войны несколько семей и получили вид на жительство, соответственно, годовой пока что по почти идентичному процессу, как до начала войны. То есть, будь то открытие фирмы или недвижимость или по ну работав, соответственно, в черногорской фирме, процесс остался фактически неизмененным. Но, я так понимаю, в Черногории невозможно без вида на жительство. А, ну с видом на жительство ты можешь, конечно, любые посольства брать визы, штамповать их в российский паспорт. В принципе, это не такая проблема. Подруга моя, собственно, которая прилетела в июле или в августе, не могу точно сказать. Сейчас, как бы, она и ее семья имеют черногорские ВНЖ годовой, и она совершенно спокойна, то есть, она была уже несколько раз в Италии, она была дубая. Ну, в общем, да, насколько я понимаю, визу можно получить в Черногории, с черногорским ВНЖ в русский паспорт. Ну, вот, я знаю, вчера были у меня в гостях там ребята, айтишники из Перми, они говорят, что их компания 500 человек перевезла в Черногорию вот в течение за эти две недели. Одна компания. Потрясающе. Да. Правда, в Турцию они переслали две тысячи. Я работаю в отеле. Мы с моим приятелем, с которым познакомились здесь же год назад, нашли общий язык, и случайно так получилось, мы вообще-то искали помещение для детского сада. И долго искали, нашли, и потом уже разговаривая с риэлтором, она, мне кажется, спросила это в шутку. Типа, ребята, а вообще вот это вот все остальное пространство вам не хочется арендовать? А мы такие, а что здесь? А это место, которое мы нашли, это как бы такая первый пристроенный этаж. То есть, ну, даже не само здание, как будто веранда пристроенная к первому этажу, и там было кафе. Кафе сейчас там нет, пространство сдается, а мы такие, а остальное здание, это что? Она такая, вообще-то это отель. То есть, это был прям готовый, укомплектованный отель с кроватями, с телевизорами, с мини-барами в каждом номере, с полным комплектом белья, душ, какие-то... эти самые... Мы просто взяли под управление отель, так часто бывает, да. Как такая... Да, но при этом они нам, под документом, они его сдали нам в аренду. Никогда черногорцы не будут ходить в русское кафе, например, и обращаться к русским за помощью, если они знают, что это вот как бы русские. Почему? Дело не в том, что это русские или не русские. Относишься... Дело в том, что это в целом страна, которая немножко заточена на то, чтобы употреблять местное. Да, и тратить свои деньги на русских, конечно, тоже никто не будет. Я думаю, что так было бы и с другими людьми, которые сюда приехали, пытались бы здесь сделать свой бизнес. То есть, если ты делаешь бизнес, ты можешь делать бизнес только для... Если ты делаешь бизнес, скорее всего, ты делаешь бизнес на своих. И это факен порочный круг. Потому что если вдруг в России что-то случится такое, что из России нельзя будет вывозить деньги, добывать каким-то, майнить деньги в России, то, прости за грубые слова, но весь российский бизнес здесь пойдет по пизде. Потому что как только люди не смогут платить за школу, русскоязычная школа не будет существовать. Как только люди не смогут иметь деньги, которые они, возможно, зарабатывают, в том числе работая дистанционно на Россию, на кофе, все кофейни русскими ребятами открыты и закроются. И рестораны все русскими ребятами открыты и закроются. А отель немножко поживет. Потому что в отель приезжают босницы, в отель приезжают сербы. Нигде на отеле не написано, что это отель русских. Местные это, наверное, как-то прочекали и знают, но для иностранцев на букинге абсолютно по барабану. Я очень хорошо это понял за этот год, что из этого просто порочного круга нужно очень быстро вырываться. Чем быстрее мы вырвемся из этого порочного круга, тем лучше. Если в твоем бизнесе нисколько денег не приходит из России, это самый лучший бизнес, который можно пожелать. В Черногории легализоваться проще, чем даже в Грузии. В Черногории гостеприимны ко всем русскоязычным. У кого есть деньги? Если у вас их нет или, возможно, они скоро исчезнут, если вы, например, работаете на удаленке и вы при этом не автослесарь, не механик, не плотник, не доктор и не готовы кардинально изменить свою жизнь и научиться работать руками, то, возможно, вам стоит поискать другую страну. Подписывайтесь и ставьте лайки. Это поможет сделать так, чтобы эту историю увидело как можно больше людей. С вами был Илья Жигулев. Не сидите на чемоданах. Илья Жигулев. Субтитры создавал DimaTorzok